Всем привет! Мы продолжаем гулять по Москве. Сегодня отправляемся в район, образованный на месте самобытного поселка, который в 50-е годы прошлого века снабжал столицу питьевой водой из канала имени Москвы. Вот уже 25 лет он является одним из районов Москвы. Итак, сегодня гуляем по району Северный. Красивые и интересные места для прогулки по району Северный нам, как всегда, подскажут местные жители. С ними сейчас и познакомимся. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, вы здесь в Северном живете? Да, я не только живу здесь, но я здесь и родилась. Прекрасно! Местная на все 100%. Да, это моя родина. Где вы любите гулять, где отдыхаете? Вы знаете, у нас много здесь мест, но сейчас для меня все дороги ведут в наш храм Владимирской иконы Божьей Матери. Это вот поистине наше святое место. Очень чистое, очень намоленное храм. Любите бывать там, да? Очень любим там бывать, да. Еще, может быть, по дороге к храму или вокруг? Ну, конечно, когда идешь, проходишь сквер наш. Вот его сейчас обновили. Я-то его помню еще совсем, когда были другие деревья. Это какой сквер? Сквер на Третьей Северной линии. Если вы пройдете прямо, то вы его увидите. Вот, и недалеко там библиотека имени Пришвина тоже. Наша библиотека очень знаменитая, очень старая. Хорошо. Всегда там бываем. Так что побывайте. Да. Обязательно. Спасибо. Было приятно пообщаться. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, отвлеку вас. Не подскажете, в районе, где я могу погулять? Какие места красивые видеть? Ну, как местный житель, я могу сказать, что, допустим, если вы хотите погулять с ребенком, посидеть на лавочке, подышать чистым воздухом. Вот у нас во дворе, дом 25, корпус 3, есть новая детская площадка. Очень интересная. То есть ребенок найдет в себе занятие, и вы как папа. Дом вы назвали, а улица какая? Девятая Северная линия. Девятая Северная линия. Хорошо, побываю. Спасибо. Здравствуйте, девушка. Скажите, вы местная? Да, в дом живут. Где любите гулять? Где отдыхаете? Да, очень много где. Можно сходить в парки. У нас есть очень хороший парк, долгие пруды. Долгие пруды. Очень симпатично. Спасибо. Да, спасибо за подсказку. Итак, сегодня в программе. Еще долгие пруды называют фаунистическим заказником. Напротив долгих прудов находится редкий памятник архитектурного искусства 18 века. Дети с 10 лет под присмотром опытных инструкторов проходят курс молодого бойца и получают исторические знания. Не так давно сквер реконструировали. Его старались и обновить, и сохранить исторический облик. В настоящее возвращают перголы, в тени которых я так люблю отдыхать. Посмотрите, какое красивое здание. К такому дорогу не забудешь. Не знаете, чем занять своего ребенка? Смело ведите его в библиотеку. И неважно, сколько ему лет. Дворы в Северном тоже замечательные. И пока дети резвятся на площадке, родители могут заняться спортом на свежем воздухе. Парк Долгие пруды расположился вокруг целого каскада водоемов по реке Мирянке. А это более 80 гектаров природных территорий. Своё название парк получил в честь долгих, то есть вытянутых прудов. Их ещё называют Виноградовскими, в честь усадьбы Виноградова, которая сохранилась и находится рядом. Ещё долгие пруды называют фаунистическим заказником. Здесь находится особо охраняемая природная территория, где обитают уникальные животные. Например, на островках посреди прудов нашли себе жильё озёрные чайки. Между прочим, это самая большая колония подобного вида чайк в Москве. Кроме чайк, в парке обитают коростели и чёрные коршуны. А и зверей, если повезёт, можно встретить чёрного хорька, горностая или ласку. В окрестностях реки Мирянки обнаружили три кургана. Их происхождение доподлинно неизвестно. По одной из версий, это декоративное решение владельцев усадьбы Заболотья. По другой, это культовые сооружения 12 века. Этот парк уникален и своей флорой. В нём есть как луга с краснокнижными растениями и цветами, так и лесной массив с великовозрастными деревьями и елями. В настоящее время благоустроена только часть парка. Чтобы сохранить неповторимую природу долгих прудов, асфальтовые велодорожки проложили вдоль края парка. А для пешеходной прогулки создали экотропы. Деревянный настил подняли на сваи. Кстати, здесь нашли редкое для города животное – кутору обыкновенную. Это маленькая мышка с длинным носом, чья слюна способна обездвижить жертву. Человеку она не навредит, её добычи ещё меньше, чем сама мышка. А тот факт, что она здесь водится, говорит нам о том, что леса здесь необыкновенно чистые. Для спортсменов выделили зону вдоль улицы Фёдора Дубовицкого, поближе к жилым домам. Здесь можно как и прокачать мышцы на турниках, так и поиграть с друзьями и соседями в футбол. Детям же есть чем заняться в игровом городке на противоположной стороне. Тут есть горки, как и для детей постарше, так и для малышей. Напротив долгих прудов находится редкий памятник архитектурного искусства XVIII века. Это храм Владимирской иконы Божьей Матери. Кто создал этот храм, доподлинно неизвестно. Выдвигают версии, что это мог быть либо Василий Баженов, либо Матвей Казаков. Храм построен в стиле раннего классицизма. Многочисленные гладкие колонны, симметричный фасад – все это признаки данного архитектурного стиля. Внутри храм тоже выдержан в этом стиле. Прекрасно сохранился иконостас того времени. Небесно-голубой с обильной позолотой. Кстати, иконы здесь живописные, то есть написанные масляными красками. Они тоже относятся к XVIII веку. Храм никогда не закрывался, даже в советское время. В годы Великой Отечественной войны здесь недалеко проходила линия фронта, и на крыше установили пулемет. Говорят, в те годы в храме хранили метленную главу самого почитаемого русского святого – преподобного Сергия Радонежского. Сейчас в музее при церкви любой желающий может увидеть сохранившиеся старинные исповедальные ведомости, брачные обыски и приходно-расходные книги. При храме Владимирской иконы Божьей Матери работает военно-патриотический клуб «Русский штык», в котором дети с 10 лет под присмотром опытных инструкторов проходят курс молодого бойца и получают исторические знания. Своё название клуб получил в честь колющего оружия – русского четырёхгранного игольчатого штыка. В стенах клуба мальчики учатся строевой подготовке, рукопашному бою и обращению с оружием. Конечно же, много внимания уделяется физической подготовке. Ученики клуба регулярно участвуют в суворовских, ушаковских, скобелевских сборах. Летом ездят в православные лагеря, а зимой – в лыжные походы. Также с 2002 года при храме работает и воскресная школа «Виноградинка». Она названа в честь села Виноградово. Дети изучают закон Божий и поют в церковном хоре. Их голоса можно услышать не только по воскресеньям во время утренней службы, но и на различных фестивалях и конкурсах. Ещё здесь проводятся занятия и мастер-классы по рисованию, изготовлению поделок из природных материалов. Пока девочки учатся бисероплетению, мальчики обучаются столярному делу в мастерской. К Рождеству и Пасхе ученики воскресной школы готовят спектакли. Это, кстати, давняя традиция. В XVI-XVII веках театрализованные представления были частью церковных обрядов. И школа, и клуб находятся в отдельном двухэтажном здании, расположенном на территории храмового комплекса. Айта-сквер по третьей северной линии – одно из любимых мест отдыха жителей района. Не так давно сквер реконструировали. Его старались и обновить, и сохранить исторический облик. Сквер начинается с аллеи памяти. Сюда, к могиле неизвестного солдата, каждый год в День Победы люди возлагают цветы. Идем дальше, и видим элементы современного паркового благоустройства, отлично писавшегося в архитектуру сталинского вампира, окружающую сквер. Посмотрите на эти литые скамейки, ажурные фонари и урны. Такое ощущение, что я на машине времени попал в прошлое. Кстати, благоустройство в стиле 50-х здесь делали по желанию местных жителей. В настоящее возвращают перголы, в тени которых я так люблю отдыхать. А еще радуют деревянные бордюры вокруг цветников. На них можно сидеть. Но отдыхать долго некогда, мне пора двигаться дальше. И вот я дошел до конца аллеи. Здесь установлен памятник маршалу Жукову. А рядом с ним то, что я ни разу не встречал во время наших прогулок. Это круглая тумба-афиша. Ее установили напротив культурного центра «Северный». Ну-ка, посмотрим, что нынче в репертуаре. А сейчас мы отправляемся в библиотеку номер 65 имени Пришвина. Давайте вместе посмотрим, как проходит культурный и просветительский досуг у жителей района «Северный». У библиотеки номер 65 два подразделения. Детская и публичная, то есть взрослая. Но мы пришли сегодня в детская. Посмотрите, какое красивое здание. К такому дорогу не забудешь. Говорят, что и публичная библиотека не менее красива. Но мы к ней, пожалуй, пойдем в следующий раз. Иначе все не успеете. Не знаете, чем занять своего ребенка? Смело ведите его в библиотеку. И неважно, сколько ему лет. Здесь ему подберут книги по возрасту и интересам. Всего в фондах библиотеки 18 тысяч книг. Найдется на каждого. Для тех, у кого удаленная работа, но кому уже наскучило сидеть дома, здесь предусмотрен каворкинг. Можете брать с собой свой компьютер, все необходимые вещи и смело идти сюда. Wi-Fi здесь работает бесперебойно. В библиотеке регулярно проходят всевозможные лекции, семинары, мастер-классы не только на литературные темы. Ну а если вы молодые родители и пришли на такую встречу вместе с ребенком, то оставьте его в специальной детской игровой комнате. Там он точно не заскучает. Кроме того, в библиотеке проводят работу с детьми, обучают их шахматам, развивают их художественные способности, а также занимаются английским языком с дошкольниками. А еще здесь планируется обустройство новой образовательной площадки. Откроется обновленный амфитеатр, летний читальный зал под открытым небом, а также детская площадка с игровым комплексом книги. Я уверен, все это вызовет интерес к чтению даже у самых непоседливых ребят. Кстати, до библиотеки очень удобно добираться на велосипеде. Свой личный транспорт можно припарковать на специальной стоянке. Осмотрев и парк, и храм, и библиотеку, мне стало любопытно, что происходит во дворах жилых домов. Дворы в Северном тоже замечательные. Здесь позаботились как о детях, так и о взрослых жителях близлежащих домов. Например, на 9-й Северной линии для детворы обустроена современная игровая площадка со всевозможными качелями, безопасными невысокими горками для малышей и лазалками. Но самое интересное – это необычное покрытие. Мало того, что оно травмобезопасное, так еще и холмистое. И в некоторых его холмах есть вот такие тоннели. Каких только игр здесь можно не напридумывать. Почва для воображения – самое что ни на есть плодородная. Недалеко оборудовали воркаут-зону. И пока дети резвятся на площадке, родители могут заняться спортом на свежем воздухе, не теряя из виду своих чад. Да, район Северный показал себя со всех сторон. И все его грани одинаково прекрасны и интересны. Приезжайте и убедитесь сами. Ну а на сегодня все. Друзья, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok